Либо в центре, либо в харде обитать Бэтрайдер Хардлейн, там Рубик, ну в общем все понятно Что есть у Ихомкин? Слордар, который Будет хардлейнером, лайфстиллер, который Будет керри и Лишак земеля Ну, земеля точно суппорт А вот Лишак пока не ясно, скорее всего это суппорт Я сомневаюсь, что у нас как бы вернется Лишак Центральный, медовый Но, кто знает, кто знаете Ихомкин, возможно, захотят сыграть Через такой плейстайл Что ли, на данном герое Хотят все-таки делать ставочку на то, что Будет ласпиком какой-то мидер Ну, возможно Возможно, кто Ну, вот они любили играть через Латхимика В принципе, Латхимика против ДК, там Тучка, все дела Против Милишника, можно, почему бы и нет Они так и уже играли, играли не раз Но берут снайпера Угу, хорошо Посмотрим, у нас снайпер сегодня уже был, увы Тот снайпер у нас потерпел поражение Посмотрим, что будет сейчас Ну, в принципе, есть комбинация очень и очень крутая Данную комбинацию у нас показывал в своем датаскопе В последнем Майлсторме Если вы не видели этот датаскоп, то обязательно посмотрите Он просто шедеврален Рекомендую просмотром Ну и, в принципе, комбинация хороша То есть Работать на все героя Тут у нас Три Милишника Ворваться, убить можно То есть, на самом деле, просто Джиггернаут в своем Блэдфюри Никак не спасется, потому что Слардар ворвется Подэмплифаем Там, через Ластилера Его сгрызут Скорее всего Ну и ДК, в принципе, тоже Минус армор Работает исправно От Слардара На самом деле, мне вот раз пик нравится Войхомкин Не знаю, по поводу снайпера По поводу ласт пика Возможно, были варианты и получше Но, в принципе, неплохо Я думаю, будет смотреться Так, как есть подсевет То есть, и земель подсевет Каким-то Роллинг Болдером Там, возможно, даже будет юзать И Болдер Смэш Чтобы там, либо снайпер Как-то подальше В позицию убрать Или, наоборот, его подсевить Ну, поглядим Поглядим Ставочку все-таки я Ну, это же не ставочка Предпочтение Отдам Яхомкин Так, как Тонфу У нас команда, которая занимает Последнюю строчку Команда, которая играла В свои последние матчи Крайне Нестабильно И Ну, максимум, что я верю Это в ничью В ничью Может быть И случится Но, все-таки Яхомкин Команда, которая прошла В рамках Закрытой квалификации К Бостону В стадию плей-оффа Так что, все-таки Все-таки Они что-то да могут Ну, что, остается пауза В принципе, паузой Можно было бы воспользоваться Чтобы посмотреть, кто на ком играет Жаль, конечно Не все никнеймы у нас читаемы Хотя у нас Всего два никнейма Нельзя прочитать Так что, давайте посмотрим У нас Ксяо-Ксяо-Сало На Данге Джи-А-Джи На Джигернауте Мао-Мао На ДК Некто На Рубене И Кайдоу На Бэтрайдере Ну, и Яхомкин У нас Кси Играет на Слардаре Некто На Земелик Юуди На Лайвстилере Джидиаш На Лешраке И Жи-Жи-Жи Играет у нас на Снайпер Кстати, Жи-Жи-Жи Это новый игрок команды Ранее у нас в коллективе Вот в рамках По крайней мере, Боссона Играл другой мидер Увы, никнейм Я сейчас не вспомню Слишком уж Сложно это все Припомнить Именно в плане Таких команд Которых ты встречаешь Лишь на ДПЛ И вот Они пробрались Через опенквалы Бостона И как бы до этого Нигде он Не был замечен Диско-диско Партизаны Отличный диско-шар У нас у Лешрака Отличный артефакт Ну и что, в плане Вардоу Такой от фаз поставил У нас здесь уже Земеля Сделал смокуилоску Его не спалили Попытка в смоках Выйти от команды Тонг-фу Есть у нас уже Апсервер и в центре От команды Ихомкин Ну и Варт на хайграунд Подзаметили Но никого убить Не получится И просто пошел у нас Танцы-танцы От этого товарища Так, пожалуй Я сделаю репост В социалках По поводу Старта матча Так, у нас поспили Все-таки здесь Земелю Пошло у нас Блейдфьюри Земелю пробивают И станчик Ну, станчик в Блейдфьюри Не работает Сорян Ну и в итоге У нас, кстати, варды Не проставили Тонг-фу Что, в принципе, необычно Ну, в принципе, поставили Все один вард Который был там Ранее Я его озвучивал Но такие какие-то варды Сейчас глубокие Не поставили Плюс этот вард Еще и обнаружили Игроки команды Ихомкин Так что Вылазка совсем уж Не задалась У коллектива Тонг-фу Ну и в итоге По линиям У нас Расстановка такова Что Триплой в хард Отправляются У нас Тонг-фу В принципе, как я и ожидал Андайк у нас будет в харде Но Все же я думал Что там будет он При поддержке одного героя То есть 2-1-2 у нас сейчас Линии Как бы вернулись В тренд что ли Но решили пойти Триплой И такой вот вард Стоит интересный У нас Андайк Ислицу Чтобы не спалиться И чтобы тут на линии Кого-то поуничтожать И его подловить Но На самом деле Тут стоит соло Лайфстиллер Который пока Явно недоволен Таким исходом А снизу у нас трипла Тоже От Ихомкин И там ФБшка уже была сделана На Бэтрайдере Ну в принципе Там через Краш Через Роллинг Болдер Через Танчик Всями все размяли Давайте посмотрим Патрикап Увы нам он не показал Полной картины Чего-то того Что было заюзано Но в любом случае Минус Бэтрайдер Уже хорошо Ну и в принципе Линии Как я уже озвучил У нас тут трипла От Ихомкин Против Бэтрайдера Ну и здесь трипла От Тонгфу Против Кьюди На Ластерик И она уже Становится даблой Потому что Андайк Решил сместиться На нижнюю линию Ну и в центре У нас Снайфер против Декам Что в принципе Самое ожидаемое Что у нас сегодня было В рамках Стадии Лейнинга Врыв пошел На Бэтрайдера Так просто его не взять Есть у него уже Файерфлай Он взлетает От Киспика Напалма В принципе на последней Находится еще и Андайк Ну и пока не агрессирует У нас здесь И Хомкин Лучше уж Валада получить Чтобы потом уже На Верочку Пытаться делать фраги Ну вот правда не знаю В плане Ластера Мы конечно вот видели Такие вот распики Когда брался Ластер Который шел Как бы даже не на Изилейн А в харду В соло Кратки от кора команды От керри команды Это у нас так играли Нави Когда у нас Глеб По всем месте хотел Показать на керри Саша Был согласен И шел на Ластер В харду И на самом деле Там даже Неплохо разваливал Так что в принципе Можно так использовать Ластер такой герой Который может Стоять 1 на 1 Там 1 на 2 И даже 1 на 3 По помощи рейджа Ну да В принципе могут Там лишить его фарма Но пока у него По фарму все хорошо 9 крипов там Против 11 У джиггернаута Так что на самом деле Получается неплохо По линии Как для Лайфстилера А вот Бетрайдер Там было Все таки проблематичней В разы у него Все 5 крипов У Слардара В принципе тоже 5 Но фраг уже делали У нас на линии Ихомкин Да и суппорта Тут подфармили Тоже Немножко крипов Вот 2 крипа Уже есть у нас Уземели Кстати Шнайпер Снайпер У нас играется Через Прокачку Шрапнели Ну в принципе Раскачка хороша Получается Но про там ДК У нас пока Откидывается Брисфайером Мона конечно Закончилась Но боттл Полный Так что сейчас Адригенится И все будут дальше Заспамливать И подфармивать Фармить пока Он весьма неплохо Вот 17 на 3 У нас У ДК И 15 на 3 У нас У снайпера Теперь это Макош Очень солидный Погибается он сверху Еще и андайинг Это минус 2 От команды Ихомкин Увы Увы Но я Вторую смерть Бэтрайдера Уже пропускаю Хотя он заденайлся Так что Он был Неплох И еще Решил Сверху еще И GDH Подзаденается А быть крипов Кирканес Пашу Пассивер Но рейдж И в принципе Он уйдет спокойно Ну да Крит конечно неприятно Вот этот был Но и сальвачка Так что сейчас Подвигается он с QD И будет даже фармить Хотя отличный Фейтболт От Рубика И понимает QD Вернее Что где-то здесь Вард стоит Неспроста так Рубик его заметил Из-за Леса Из-за гор Все Из леса Из-за гор У нас Рубик Болт Конечно не показал А заюзал Фейтболт Если быть точнее Все У нас снайпер С рейндопами Но все-таки Вот Один дуалбресс Йоп Минус заряд Неприятненько Да Все-таки У нас Доразмяли Лайфсилера На трупе Как-то я пока Вот по фрагам Не внимательно Что ли Ожидаю Что у нас будет Другой части карты Какого-то сражения Но оказывается Что Оно Происходит Совсем не там Где я хотел Бэта видеть Ну и погибает Подхил Увы Так Без скрипов Не работает Ну и не работает Но Слишком Уж много урона Там было От команды Ихом Икс Вернее Кин Ихом Кин Конечно Ихом Икс Это у нас команда Которая тоже Выиграла Опенквалы Первые Опенквалы В Китае Но После Ничего не показала В рамках Закрытых вал Так Рубик Очень близок к смерти И Рубик побеждает Здесь все-таки В этом противостоянии Отличный фраг На Лайфстилере Да В общем Ихом Икс Команда Которая Прошла Опенквалы Но после Не справилась С командами Которые получили Слоты В закрытых квалах И статистика Там была 0-9 Либо 1-8 Вот не помню Была там Одна победа Из последних матчей Ихом Икс Или нет Но в любом случае Почти Практически все матчи Были проиграны Хотя возможно и все Вот сейчас точно Я не скажу Так Джи и Джи Подцепили Есть еще Блэкфюри Через секунду И в принципе Он раскрутился Пытается уйти Его подсловили Бодиблок не работает Против фейзов Сорян И в принципе Джи и Джи уходит Есть Ассасинейт Но демеджа Хватает Отлично сыграно Ну а Рубик Пришел с телепорта Наступил на Шрапнель И потерял один заряд В рейндропах Так что вот Еще один минус И ТПшка потрачена И один заряд В рейндропе Тоже было потрачено Ну что 2-4 Ну в разы В разы Динамичней У нас эта карта Нежели прошлая Так как в прошлой карте У нас на 13-й минуте Было 0-0 Хотя знаете На 13-й было 0-0 А вот На 14-й Стал счет Стал счет у нас 0-4 Так что Вроде бы так Было спокойно-спокойно Потом бац И махать на Рошане Такой весьма красивый Получился У нас в прошлом Противостоянии Так что в принципе В этом Тут тоже не ясно Бывают такие матчи в Китае Когда На стадии лейдинга Вроде бы сражаются А потом там В период Мидгейма Команды уходят в фарм Дожат все Смог вылазки От оппонента Зажимаются там Под базой Когда не видят никого На карте И в итоге Ничего не происходит Там у нас Кси В опасности Дикей через секунду Хаста заканчивается Но есть Дикей И это минус На Слардаре И это уже Четвертый фраг Для команды Ихом Кинг Кстати вот раньше Ихом Кинг у нас Назывались Ихом Кинг Но после был Ребрендинг Чемки стали Они Кинами Хотя изначально Когда состав Когда состав Был Основан Были вовсе Ихом Кей Как сейчас подписаны Так и были Они Ну полное название А уже после стали Кинг А уже А после этого Они стали Ихом Кинг На самом деле Я не знаю Полной предыстории Почему так происходило Почему Кингов Они переименовали Кингов Ну вот Лишь такую информацию Я нашел По данному коллективу Смог вылазка Снайпер решил Что пора гонгать У него шапнель Промакшена И в принципе Можно сделать фраг На верхней линии Пока он тут Лайфсивер Байтит на себя С осторожностью Байтит на самом деле Рубик уже почти Шестого уровня В принципе неплохо Но на самом деле Вылазка Похоже будет успешной Да Подбайтил у нас В итоге Кью Трипа Инпес отличный Минус Рубик Неплохо сыгран Стан залетает Не по таймингу По GAG А GAG Омнистаж пошел Но не добивает Вот здесь земелью А вот GAG Добивают И это минус 2 От команды Ихомхин Это уже шестой фраг Для данного коллектива Неплохо 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 Убивают Ну и снайпер У нас Имеет У себя КД 2 0 2 И вышел На первую строчку По Нетворсу В 3 500 Нетворс Сейчас его оценивается В тремя как У ДК У нас 3100 Но на самом деле Джиггернал Поформил весьма неплохо Нескогда о смерти Он находится На топ 1 Топ 2 Нетворса Своей команды Но все таки Из-за того что Сидел в таверне ДК сумел Чуточку его опередить Ну кстати В плане Слардара Все хорошо У него 2 500 Он погиб всего единожды Бэтрайдер Погиб дважды Но на самом деле У него в принципе Тоже неплохо Все смотрится Пока и по левелу Да и по Нетворсу Конечно Можно было бы и лучше Можно было бы иметь Уже там почти Полторы тысячи на руках И быть уже Донки близким К покупке Блиндаггером Но Увы Увы Были смерти Хотя одна смерть была Данайму Да мы ее Кратко попустили Он вот здесь Заданайлся Так что он погиб всего единожды Как в принципе И Слардар В принципе именно из-за этого У них такой схожий Нетворс Так Поспирен он в токе Здесь Q Q погибает Отлично Телекинес И это минус Керри команды Хомки Но здесь подрезает Слардар На спринте Выходит Пошел Amplify Damage У нас по G.A.G G.A.G В лицо получается Ассасинейт Ну и решили тут Ловить двух зайцев После уже передумывался Это Диас Лагдар Поставили там Тамбуд Тем временем От Андайинга Есть у нас на Ксяо-Ксяо Amplify Damage Выходит у нас еще Сюда и ДК Но увы Никого здесь Уже не подцепить Команде Тонг-фу Но тем временем На нижней линии У нас занимается Подфармом И подпушем земель Который добирает Свежатый уровень Потихоньку Ну а в центре Решил подфармить Бэтрайдер Но уже ТПшка в мид у нас От Кью Он тоже хочет пофармить Все-таки Лавсилера здесь Подгнобили Немножко У него Две 700 Нетворса Находится он Аж на шестой строчке По Нетворсу Ну и хотелось бы Хотелось бы уже И крипов побить Хотя на самом деле Убил уже 40 крипов Весьма неплохо Как для такой Сложной линии На самом деле Кью Кью неплохо Жаль конечно Финалу трижды Все-таки его там Частенько Пытались Размять И в принципе Это было удачно Ну кстати В плане Подпуша товаров Здесь Суппортивный шаг Который себе Все-таки Стрелить от Макси Диаболики Ну и Диаболики Крайне эффективный Спелл для Подпуша товаров На самом деле Такие комбинации Мы видели Вот в Китае Ну не знаю Как вы Но я точно видел В Китае От директора С таким широким Суппортом Который выходит На Такую позицию Сэми керри Имея там Нетворс Как Хардейнер А то и как Кор Команды Оппонента Либо даже Своей команды Также это Использовалось В распиках Команды Комплексити С виндовсу Любил показать Тоже на таком герое Когда он Подфармливает Там играет Через подпуш На самом деле Схема рабочая Ну что в принципе В плане артефакта Давайте посмотрим Вроде пока у нас Таких замесов не начинается И ДК У нас имеет уже 1300 Посмотрим Будет ли у него Армлет Или все таки Решит купить себе Допустим даже Блиндаггер Для какой-то инициации Будет какая-то Двойная инициация У команды Тонг-фу При покупке Блинков На ДК И на Бэтрайдере Натопим Тавер пал Сладар пытается выехать Кто-то подспит Но не получилось Но в любом случае Тавер спушили Задача выполнена Зала схитил тайрон Тавер у нас Слежишрачок Неплохо Давайте дальше посмотрим Что у нас там еще имеется И когда же будут артефакты Когда же будут вылазки Ну вот Блиндаггер Уже готов у Бэтрайдера Он его покупает Есть макет Рубика Так что сейчас мы увидим Реализацию И давайте быстро посмотрим Что же у нас есть У Ихон Кин И Мы видим что Сладар у нас имеет 1600 Весьма неплохо Урна у нас от земель Которая доняет вышку Два плюса В графу земель Залетает Лайфстилер Пока что Имеет Глоб Хейст Ну Знаете Даже выглядит на Медасик Но нет Все-таки закупился И это будет Армлет Лишрак Штого уровня Уже с Арканами Если бы там еще и вышку Лаз схитил Ну а снайпер Сверху купил себе Глоб Хейст Но это явно на Маустром Кстати На самом-то деле Было бы неплохо Купить себе Пику Вот уже сейчас Все-таки такие вот врывы Допустим вот такие врывы Можно было бы и Пику завязать На реакции Все дела Все Все исполнить Погибает все время снайпер Нападение даже пошло на GDH GDH очень больно GDH таверну И отличная реализация Блиндагера Свежего Блиндагера Кстати на Бэтрайдере Ну и увы Но земель не подцепить Так просто Он в принципе отступает Хоть и медленно Хоть у него там МСа было Меньше чем 300 Но он все же ушел Ну минусший шаг Минус снайпер Да неприятно Но есть все-таки плюс в том Что допустим не погиб Слардар Потому что у него До Блинка осталось чуть-чуть Надежного золота у него Конечно много Но потерял бы он там за смерть солидно Порядка трех А то и четырех сотен Вот если бы точнее Потеря 240 Ну ладно 300 потерял бы он 400 я уже Переувеличил Ну что по того рамка Ситуация 1-1 Армлет готов у нас У лайфстилера Вот сейчас буквально Появится у нас Блиндагер У Слардара И мы должны Уже увидеть первую Комбинацию Через инфест бомбу Ну и в принципе Мы Видели Как это все используется Эти инфесты И в частности Как раз таки В видео От Майла Под матч Как раз таки Тоже в рамках ДПЛ В Дотаскопе тоже Была ситуация Когда использовался У нас такие смок-вилоски При том что вроде бы Потихоньку команда С такой комбинацией Проигрывала Но вот после этих инфестов Дела пошли в гору На самом деле Там тоже у нас был Джиггернаут Которого просто Уничтожало Это связка гангеров В виде Слардара И Лайфстилера Ну что С мок-вилоском Еще одна Есть Лассо Попытка выйти в спину Но этим временем У нас Там инфест От Слардара Сейчас тут попытка врыва Взлетает Бэтрайдер Под Сфеликси Есть инфест Сейчас он будет заюзан Да Кольс Нейфстайн У нас сейчас был От земель Пошел магнитаз Кстати очень-очень хороший Но тамба стоит Тамба это очень неприятно Кью пытается уйти Но понимает что уже Подставился Под тамбой Без Рейджа Никуда идти Это дабл килл Для Ксяо Ксяо Ксал Правда при этом Двух героев теряют У нас Тонг Фу Отличный Сейчас у нас был Ассасинец Кастован по Андаингу Станчик От Мао Мао Пытается он уйти И все же он скрылся Да Арлетом играет И побеждает Ну и что в итоге У нас В рыбе неплохо Все сделали Ихом Кин Но все же Потери были И потери были Весьма существенные Учитывая то что Там были еще и стрики Так что Все таки победа В этом файте Для Ихом Кин Несмотря на то что Как бы была Комбинация с Инфест Бомбой Она была использована Как бы Для защиты А не для нападения Потому что Напали все таки у нас На Слардара Вроде бы была Неплохая точка Вроде бы была И Тамба Но все же Урона хватило Команде Ихом Кин Чтобы Отомстить За своих Павших Собратьев Ну и в принципе Комбинация МЧС Инфест Имеет кулдаун Нитко очень большой Можно будет В скором времени Еще раз Кью использовать Например После убийства Рошана Ну и в принципе Именно этим и занимаются У нас команда Ихом Кин Вижна Около Рошпита Не имеется У команды Тонгфу Лишь один варф А у нас Рубик Который был В принципе Сразу же Пропингован И он в скором времени Будет задеваржен И в принципе Рошан достается Команде Ихом Кин Аегис для Кью Ди И в принципе Можно уже И инфест юзать И все же решили отступить Нет Решили не юзать Ну знаю что есть вард Но увы нет центрей На данный момент Команда Ихом Кин И решили они Ну что Выйти с Рошана И кого-то поймать Не получится Потому что Если ты выходишь Без смоков То ты палишься на варде Если ты ходишь в смоках То тоже понятно То есть Убили Рошана Никто не ходит с Рошпитой Явно Что-то здесь не так Явно там Были проюзаны Смоки То есть его смоки Такие у нас В итоге юзают При этом Подформив Эншентов Готовы кого-то Уничтожать И Будет ли врыв Подвышку Да Врыв пошел у нас На ДК Телекинез кастоман Тем временем Трубика Пытает Протомарь ДК Ассасинейт в ДК Залетает И это минус Драгонайт Ну и на самом деле Подцепили Бэтрайдера Там был пытаться сломать Тамба Подхилить было бы неплохо Но не хилят И в итоге Плюс 200 голды Для команды Хонкин Еще есть тамбы Подцепил Кстати у нас тамба В итоге промакшенная Что весьма необычно В текущей мете Обычно у нас Максит себе Солури А на тамбу Все же Скиллпоинтки ранее Не выделяют Но здесь Решил андайминг Что тамба будет эффективным Но сейчас конечно Не спасла Его тиммейта Ну и в итоге Минус ДК Минус тамба И минус тавар Весьма неплохую сумму голды Поднимает себе Ихонкин За этот момент И Увы Увы як У нас снова крипы Оказываются сильнее И именно они Забирают этот тавар Что в принципе Даже весьма необычно Потому что все-таки Диаболик четвертый Как можно так Тавар не залазкидить Эти крипы Ух ишь Ух ишь Эти крипы Вечно они Не мудряются Как этот тавар Лазкидить Учитывая то что там есть Допустим даже я вот видел Когда был тени С агонимом Ломал тавар И оранжевый крипс Мог его забнаить Ну это совсем какой-то Нонсенс Но крипы могут Крипы сильные Ну что графики Скаканули в гору И Хумкин Ведут уже порядка Пяти тысяч голды По экспе ведут они Всего лишь тысячу Но в принципе Главное сейчас Это голда Хотя с этой идеей Тут по лвелам У нас вот Одиннадцатый лвел У Тунфу У трех коров И Слардар у нас Уже к диза к одиннадцатому Ко второму Эдрифай дэмонжу Так что ситуация Как бы Фактически идентична В плане экспы Но не в плане нетворцев Все-таки снайпер У нас имеет уже Почти девять тысяч нетворца И почти семь тысяч у нас У ДК В то время как Шесть пятьсот У нас У Вредения ДК А семь тысяч у нас Почти у Лайфтилера У ДК у нас Шесть пятьсот И шесть тысяч у нас У Джиггернаута Ну тут благо У Хардленеров Суммы схожи Но все-таки Комбинация пока Работает исправней Через инфест Ниже через лосо Потому что под лосо Пока бюрста Такого жестка не вписать Даже сомнислэшем Понадобится время Чтобы убить Лососированного Товарища Ну что Девятнадцать фрагов За Восемнадцать минут игры Вард наконец-то Был задважен Который был поставлен Уже давненько А Иггерс Через двинутую пропадет Потому что этот Вард Был поставлен Уже более трех минут назад Постоял он В принципе Половину своей жизни И уже после был Уничтожен Но Тем временем У нас там Рубик Приобретает себе урну Кстати у Рубика У нас есть ворованный Имплифай дэмэдж Ну В принципе неплохо Может это в каком-то Моменте и подзарешает Но правда он скоро уже Пропадет у Рубика Хороший Вард У нас ставит Здесь Ихомкин Если будет попытка Врыва от Бэтрайдера Его В принципе Обнаружат заранее И могут за это Даже и наказать Значит в итоге Размен Таварами Но Размен Таварами Т1 на Т2 Не особо выгоден Для команды Тонфу Вот А то пентавр спушили И снизу тавр тоже упал Так что Пока все лучше Для Ихомкин Почему-то хочу Назадить Ихомикс Не знаю почему При том что Ихомикс Я ранее слышал всего Ну Единожды На квалах Бостона И до этого я их не слышал Ни разу Ой врыв от Бэтрайдера Ошибочка Какая же ошибка Ворвался Не допрыгнул Получил крашу лицо И погиб Очень быстро Тамба потрачена Снайпер все-таки решил ее сломать Почему бы и нет У него все-таки Дистанция позволяет это сделать Начал отстреливать Ну выстрел 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 Подхил будет ли по Тамбе Конечно миссия Еще мешают снайперу Да Подхилил Как раз к Тамбу Ну решили Да ладно Да ну вас Обойдусь без этих 200 голды Слишком уж долго Нужно ее убивать Ну кстати у нас Слардар Решил купить 7 медасек Решил Обезопасить себя В плане лейта А вдруг Не получится закончить игру быстро Так что будет план Б Врыв на Джи Аджи Ее Джи Аджи У нас нахуй с водоплифаем И очень быстро погибает Даже не успел выйти со стана Ну начинает Ихом Кин Уничтожать своих оппонентов Наказывает за ошибки Ошибки он совершает Как-то он Уж слишком часто Этот привод Бэтрайдера Этот фарм От Джиггернаута Явно не стоило этого делать Кстати у нас ДК Еще без ДК формы Лассо пошло У нас середина по QD А минус Аегис Как же таймингово Вот это тайминг Вот это я понимаю Но врыв отличный Там стан залетает И просто магнитаз Это уничтожение команды Донг Фу И последний Мао Мао Ассоциальное лицо Армлет есть Но увы С этим Армлетом Ему не победить И это минус Все У команд Донг Фу Учитывая то Что Джиггернаут погиб у нас Ну Здесь уже давненько Секунд так 30 назад Ну убили двух коров Тайминг был хороший Да сбили Вот Жизнь Лассоцирова При том что Аегис закончится там Буквально во время Лассоцирования Но увы Увы слишком уж крутой Врыв был сейчас на земле Просто магнитазь в толпу Как и Роллинг Болдер И сверху еще и Стан От Лишака Который еще продолжил Это Дизейбл Ну и Было Было больно Каманде Тонг Фу Ты поспоришь Кстати у нас Таймер Решил пока не выходить В серьезные артефакты Относительно дешевые артефакты Там вот То есть у нас Шатоблэйд 2700 Майлстром там 2600 2800 Ну и Драголэнс Прикупил себе Не хочешь пока Рейдить там допустим В пику Чтобы там 4000 Артефакт Тратить Или допустим В Майлстром Докупать себе еще Хаперстоллный рецепт Решил так вот Слоты забить пока Такими вот Негрыжными Так сказать Артефактами Первого уровня Ну а теперь у нас Гривсы Готовы у Лишрака Весьма неплохо Нетворц 5800 Ну и в принципе Я говорил о том Что частенько Завязать такие Лишраки Либо там Джеки Роуз Которые Находятся наравне С Харлейрами А к концу игры Могут выйти на Уровень Нетворца И Кору Который В принципе Не то что Кабу Корн Там неотварленный Там его Лишрак То есть Это не упрек Кору А все таки Вот Потому что Лишрак Настолько много Подымает Голды Ну что Решили подфармить Ждать следующего Рошана Там минута Кулдауна Еще до таймера Надеюсь У нас Таймер будет Не максимальным Не 11 минут И Все таки Рошана Подубьют у нас Ихомкин И пойдут Файт Хотя решили Сдет смок Уиллс По всей видимости Есть уже Инфест Смоки 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 Смоков нет А нет Есть смоки Все таки Но решили Не рисковать И не прожимать Смоки Вот на этой позиции А вдруг там Будет стоять Вард И прожимают Смоки Прям по таварам Здесь вардата Точно нет Отправляются В вылазку На топе У нас находится Тонг-фу Полным составом Нет информации О том Где же оппонент Ну в принципе Есть информация Но как бы Недостоверная информация И все таки Смоки Будут У нас Похоже Неудачные Без фрага Неудачные Смоки Это когда ты Идешь в смоках И потом фидишь Там допустим 2 в 5 Вышли На верхнюю линию Никого не нашли Ну и Зато они Казались наверху О как репов Сейчас их подпушат Подубьют И заберут тавар Последней внешней Команды Тонг-фу Кстати Гем У нас готов У ДК Что весьма необычно Почему он не придет Гем Бэтрайдеру И вот он это сделал Неплохо сыграно Ну и что Будет ли Вылазка Удачная Кстати у нас Жигенат решил Выйти из себя Покуп БФ Ну тоже такой План Б То есть Такое мы уже видели Есть у него Яши Те-то артефакты Начальные Чтобы там сражаться А после Докупать себе БФ Чтобы был план Такой вот План Б В том Чтобы подфармить Клейту там С этим БФ В принципе Это работа Вам Такой у нас Юзал Ребердинг В матчах Команды IG Ну и там Это Стратегия Ну и Миловинрейт Выше Чем 70% Примерно Хотя что Она как бы там 100% Винрейт Имеет Но все равно Лучше себя Обезопасить Бывает Всякое Состал у нас Уже Снайпер Повелителем Молний Теперь у нас Он Тор Правда Очень низкий Тор Но все же Мини Тор В виде Снайпера И Дезолятор Готов У нас Ударить себя Рошан Минута 17 Спасибо Дота Хотел только Спросить Сколько Астана Рошана И Дотами Сразу Это Сказала Синергия С дотой У нас Сыгранность Вот он Я Понимает Я Не Понимаю Доту Ну Ладно Не Будем О Грустном Ну Пока Рошан Стоят Давайте Посмотрим Что Есть По Артефактам И В принципе У Андаинга Дела Не особо Хороши Есть у него Лишь Клайморка Вернее Клоака Клайморка Есть Лишь Клоака И Хотелось бы Больше Вам Но В скором Время Будет У нас Уже Гернаут БКБ Свежее Готово У нас Уже У ДК Рубик Пока Ничем Не обладает Таким Солидным Ну и Бэтрайдер У нас Геймом Форстафом И готов Залетать Кого-то Ловить Посмотрим Будет ли Это Удачно В принципе Довольно Далеко Находится У нас Лишак Но Есть Подсейв А нет У нас Будет Очень больно БКБ Прожимается На самом деле КБ осталось Очень мало Эмплифай С Ларда Ты не хотел Повесить На ДК Нет В принципе Не хочешь Как хочешь А было бы Очень полезно Потому что ДК бы погиб Здесь Это факт Но Минус Лишак Там Ба стоит Там Очень неприятно Сейчас Для команды Хом Кин Очень много Лагов Очень мало Кадров Погибает Жижи Войдет Кюди Кюди Повезает Мау Мау А Мау Мау Мог бы погибнуть В самом первом замесе Но Из-за того Что Эмплифай Дэмэж Не был повешен Он все же Жил Есть этот замес Джи Охо Селепорта И Слардар Его не успевает Подрезать Ну и В принципе Инфест По Рубику Ах Бедный Рубик Даблкил Для Кюди И в итоге Три Три У нас Завершается Этот размен Решил Погореть Здесь Кюди Поиграть В Зевса Зевса Из Нави Видим что Вписали Очень много Урона У нас Здесь И Хомкин 12000 Как для 26 минуты Очень солидная Цифра Но Понятное дело Файл Проигран Но Все-таки Ошибка Была У Слардара Почему Не было Эмплифай Дэмэджа На ДК Я так и Не понял Все-таки Его Не могли Прогрызть При этом Вроде бы И кулдауна Не было Хотя Возможно Я не заметил Кулдауна На Эмплифай Все-таки Это моя Оплошность Хотя Возможно Возможно У нас Все-таки Слардар Не награл Кто знает Кто знает Ну и Те время БКБ Готово У нас У Слардара Кстати У него Уже 15 уровень В скором Времени С Медасиком Будет И 16 И уже Будет Минус 20 Армора Учитывая То что У ДК У нас Всего 21 Зеленого И 7 Родного Даже Ему Будет Больно Не Учитывая То что Как Будь Тиммейты Обладают В разы Меньше Количеством По Армору Дай Дезолятор Сверху Плюс Кераса Я думаю Появится Уже Скоро У команды Хомкин Потому что Есть Уже Хайперстоун У нас У Лайфстилера Снайпером Поймали У взгля Очень далеко Есть У него Руна Как Руна Есть У него Инвист Он Погибает Еще Сверху Ксип Погибает Врыв От земели В командации Инфеста Есть еще Одна План Б У команды Нихомкин В плане Земели Убили Земель Убили Похоже Что Снегаш На гривсы Подхинулся Неплохо Под тамбой Воевать Не самое лучшее решение Кьюти Пока Сражается Против ДК ДК У нас БКБ Погибает Временно Нашли Широчок Минус Три Героя У нас Уже Погиб Снайпер Хотя Снегаш В замесе И это Будет Тим Вай По всей Видимости Погибает У нас Лайфсилер Подоегисом И похоже Будет смерть И после Хотя Есть Рейдж И пытается Уйти на Хайграунд Понятное Дело Плеймбрейк Не работает И все же Не хватило Не хватило Здесь Сил И ресурсов Чтобы убить Лайфтира Но Зато победа В файте Безоговорочная Теряет лишь Двух суппортов Плюс 7100 И на самом деле Очень-очень солидно Они отыгрались Учитывая тост По графикам Преимущество было В районе 12000 Вот Во время этого файта За их ум Кин Отыграли у нас Очень большую сумму Нам Файт рекап Это отобразил Но Увы Графики Еще не были Пересчитаны Правильный выбор От снайпера Купил себе он персик Понятное дело Это выход в линку Все-таки Бэтрайдер Сейчас его Очень жестко Так Подловил Ну и тем временем У нас У нас Плейтмейл Еще не загрежен Так А что у нас там было У льжерака У него есть Плейнг бустер Есть у него Клоаком Пока он не решил Что он хочет Сегридить Ну вот не знаю С Виталити Ну скорее все-таки Он хочет выйти В себе какой-то Акторин Потому что покупка Вангуарда Даже Кримсона Не особо эффективна Будет здесь А там пошел У нас врыв Тем временем На андайн Минус андайн Там было бы неплохо Вот теперь Увозит у нас QD QD неприятный QD у нас рейдж имеет Но стан в него залетает И QD Близок смерти QD Пытается хилиться Пытается жить И увы Увы это минус Мега Убийство Врыв от Ардара На Кайдоу Снайпер в холл позишине Начал отстреливать И все неплохо Снайпер по Мау-Мау Мау-Мау без БКБ И на самом-то деле Тут снайпер сейчас Развалит всем лицам Все-таки снайпер с Мюльнером Это вам не шутки И вот минус Четыре героя У команды Тонфу И минус пять Сейчас будет сделано Ассасинет за это по Рубику И Рубик В таверну Красиво Трипл-Кю для GGG И танцы Танцы пошли Ну Не стоит Оставлять снайпера В такой позиции Потому что снайпер у нас уже Схож на терминатора Который был в фильме С тем самым Пулеметом Просто встал в позицию И за елок Начал настреливать И просто разваливать всем лицам Вот снайпер Унёс у нас 5100 урона За данный замес Это в принципе Больше половины урона команды Земель так подъехал Поставил вард Красиво всё сделал Ну что Последний вечер с Тавар Пора бы забрать На самом-то деле Команде Ихомкин Понятное дело Комбэк там Не дооформили У нас Тонг-фу Отыграли они конечно солидно Да там С 12 до 8 То есть 4000 Но вот За последний замес Уже 2000 вернули У нас Ихомкин Формят они Чуточку быстрее Плюс там ещё Мидасик есть Да и артефакты на фарм Там более приспособственные Допустим у снайпера С его там Йонером Ну и Комбэк не доехал Нужно было ещё делать Удачные мувы Данного У нас Тонг-фу Не сделали Ну пока не рискую Закупился у нас пока книжечками Рубик понял Что там Солик 3 тома скопилось И пора бы почитать Покупают Продают Покупают Продают Что делают Демоны Демоны Конечно эти билды Такие интересные Получается То есть у нас Клаку не догрейдил Купил себе Плейтмейл У нас Купил себе Клаку Лиша Купил себе Сверху Виталити Бустер Ну я бы понял Практически такие билды Если бы они играли Допустим против Зевса И там был такой Ну Демэш очень жёсткий Магический Ну и как бы Герои а-ля Зевс А тут вот такой ситуации Нет Что вот прям Клака Только для тебя Ты покупаешь Для себя любимого Таача 500 голды С лотом И Не грейдишь там Либо в Глимер Либо В Худ Ну не знаю Врыв от Бэтрайдера Бэтрайдер Попытка в себе Снайпера Снайпера он не цепляет И Лассо Пошло вот таки по земле Но неудачно Очень неудачный врыв От команды Тонгфу Минус Бэтрайдер Снайпер в позиции Снайпера никто не бьёт И это большая проблема Сейчас будет для команды Тонгфу Погибает В итоге у нас ещё и Бэтрайдер На пару с Андаингом Вернее погибает После Бэтрайдера Андаинг Ну так хотел сказать Но озвучил это неверно Погибает Вернее у нас ещё и ДК Ну и в итоге Минус 3 героя Ассортимент по Рубику Будет Рубику сейчас очень больно И Болдер Смэш Не попадает Хотя Поехал дальше До конца гейминг Врыв На бедного Рубика Рубик здесь точно погибает Уничтожили Команду Тонгфум У нас Ехомкин Сделали минус 4 Забрали последний Нечный тавер И в принципе уже Можно бы и на хайграунд Зайти Ну и в принципе Именно так и поступит У нас Ехомкин Зайдут по центру Там все-таки Раса уже Вылетела для Лайфси Раса Подели тут Партефакт Там всё очень солидно Прям Закупились GTH GTH купил себе Баклер Так что это будет Всё-таки у него Кримсон Ну Крипсон Да Крипсон В принципе Почему бы и нет Но правда рецепта Ещё не прикупил себе Ну что Минус Энтер И сразу же На нижней линии У нас переключаются Ехомкин 3 секунды ДДК Есть у нас Лотус Орб У земелья На самом деле В плане Денег на руках Суммы неплохие 3300 у нас У снайпера 3400 у Слардара И пожалуй Стоит отойти Закупиться И уже вернуться С новыми силами Так сказать С новыми артефактами С новыми возможностями Так Ну что 1831 Ну преимущество Понятное дело Уже очень большое 20-ка голды У нас за Ехомкин По экспе Ситуация Такая же 20000 И снайпер Понял Что пора бы Уже и пику Прикупить Ну вот он Кримсон Гвард Готов у нас Улишракам Ну решил Так вот Свою команду Полностью Обезопасить Что ли От физухи В чисто то Что есть Гревсы Которые Подрубаются При 20% ХП Очень такая Жесткая Пассивочка Плюс еще и Кримсон сверху Докупил А на самом деле Там урона Не так уж и много Вот джагер у нас Обладает всего Там 200 урона С руки ДК Какой-то платформой Но все равно Урона немного Учитывая то Что у него Из Урон артефактов Есть лишь армлет Хотя он такой Не совсем урон артефакт Будет Слабоватенько Как для Текущей минуты Ну Сложно Очень сложно В том Д плюс Краски нет До такого Камбэк Механизма Допустим Андаинг Тоже В разы Ослабевает Его тамбой Чем дальше Чем хуже Ну Благо Сейчас тамба У нас Не с хп А с Ударами для Уничтожения Была вообще Беда Если бы там Ломали ее Просто там Снайпер Два выстрела И все Минус тамба Вот благо Сейчас всем выстрел Придется уделять Тамбе Плюс подхил И может быть Это зарешает Когда будет тамба Удачно Там на хайграунд И Там сгруппируется Слишком у нас Ихомкин Там будет В это время Их побивает Там много зомби Все дела Кто знает Кто знает Но Чем дальше Тем меньше Эффективность Если это тамбы Вард на хайграунд В самоках Под лотусом Выехал Ну тамбы не будет Тамбы не будет Байбайка нет Врыв дальше Уже прямо На фонтан Погнали У нас команду Тонгфу Игроки С команды Ихомкин Затем Их Потом сказал Кин Ладно Не суть Важно Кси Подцепили Кси Очень больно Фонтан Кси Подставился Кси Погибает Все таки Увезли его Очень далеко Но сторона Скучная Это главное Это Была Вторая сторона Которую потеряли Тонгфу За ближайшие 5 минут Неприятный момент Ну и Сарашан Будет через минуту Будет он уже Сырным И в принципе Сыраегис И преимущество В 25 тысяч Голды И в 20 тысяч Экспы Это Этого достаточно Чтобы запушить Последнюю сторону То есть мы даже Никаких проблем При этом не ощущаем Кстати у нас уже есть У лишь рака Поинт бустер Что же он себе прикупит С того поинт бустера Хм Интересно Огоним Или все таки Хотя в любом случае Мне кажется Ничто не купит Или ничего не купит Он с этого Поинт бустера Потому что Мне кажется Игра закончится раньше Нежели шаг Себе дофармит Какой-то артефакт С этой Составляющей Части Ставер у нас Прикрепил себя Уже криты Я решил что Урона много Но я хочу больше Вот Рошан буквально через секунду Появится Тут попытка От Тонгфу Возможно последняя Есть скан Взлетает у нас Кайдоу Нашел GDH Но лосо не хвостовать Лосо двойное пошло Лососирование Двойное лососирование У исполнения GDH Ну просто Ты гений Гений мысли Зачем ты это сделал Я не знаю В итоге Похоронил И себя И свою команду ГГВП Папи Это для Ихом Икс Для Ихом Кин Конечно Ну почему Ихом Икс Постоянно Это странно На самом деле Вот оговорка у меня получается Потому что я Ихом Икс Видел лишь на квала К Бостону Там было Но всего Сколько матчей Четыре Либо пять матчей Я комментировал Потому что Ихом Кин Я уже вижу На протяжении Полугода И почему я Оговариваюсь В плане Ихом Кин И Ихом Икс Я не знаю Ну Что сказать Что сказать Слишком уж плохо Играет он Фу В принципе Смотря на то Где они находятся В турнире таблице А находятся они На последнем месте Ты наверное Примерно этого И ожидаешь От данного коллектива И пока они не радуют Пока нет таких проблесков И Похоже Похоже что Их и не будет Потому что На самом деле До конца Второго раунда Второго круга Дипели Осталось там Буквально пять дней Ну не знаю Посмотрим Кто знает Возможно Смогут у нас Выйти на ничью Тонгфу На ничью Не смогли выйти Всего два раза Это наименьшее количество Ничьих В рамках турнира Есть в принципе У Тонгфу две победы У Авалон Как бы хуже ситуация У них всего одна победа Но Уже девять поражений У нас у Тонгфу А в то время как Авалон Семь поражений Сочем два ноль И все таки Они пять матчей Сграли в ничью Потому что все таки Даже Авалон играет Лучше Учитывая то что Авалон команда Которая не прошла Первый все на Дипеле И их заинвайтили Из-за того что Седак Авенжер Свой состав распустили Так что Не знаю Как для Тонгфу Как для такой организации Хотелось бы конечно Результатов Лучше В разы Потому что Ну пока Все очень плохо Ну посмотрим Кто знает Возможно и заиграют Хотя возможно Будет у нас решафл После Мажора Хотя возможно И во время мажора Все таки Команда это никуда Не отобралась Так что поглядим Что будет Ну а сейчас У нас музыкальная пауза Ждем последней Карты на сегодня Это будет Вторая карта Бест оф два Противостояния между Тонгфу